Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас с вами Макдональдс, но необычный. Я заказала себе бургер супер мягкий и он с рыбной котлетой. Подобное никогда не пробовала рыбу, я тоже не особо прям фанатею, но попробуем. Дальше взяла вот такой вот десерт. Как всегда, мой любимый наггетсы, луковые кольца и напиток, который был у меня дома. Это фьюсти. Уважаем этот звук. Еще придумала вот такую вот конструкцию для микрофона. Мне подарили аромат от Ariflame. И у нее была очень классная крышка. Я подумала, все идеально для микрофона. Как только увидела, все приметила. Сегодня у нас 14 февраля. День всех влюбленных. Постараюсь загрузить прям сегодня. Я снимаю сегодня и сегодня вечером. Попробую опубликовать это видео. Желаю, чтобы каждый нашел свою вторую половинку, если ее у него нет. На мой взгляд, быть одной – это очень скучно. У меня есть среди подружек. Есть девочки, которые предпочитают оставаться одним. То есть без отношений и всего этого. Конечно, соглашусь, чем с кем попал, лучше быть одной. Но пытаться надо. Жизнь интереснее, когда тобой кто-то интересуется. Кто-то постоянно тебе звонит, что-то спрашивает. В общем, напишите в комментариях, есть ли у вас молодой человек или девушка. И сколько уже времени вы вместе. У нас полтора года. Даже чуть больше, чем полтора года. Я хочу сегодня сесть и оформить разворот. Или сегодня, или завтра в скетчбуке. Разворот именно посвященный 14 февраля. Сколько дней мы вместе. В общем, будет очень интересно. Так что не пропустите. Прям чувствуется рыба. Ну, очень мягкая булочка. Вы просто гляньте. Здесь такой соус вкуснейший. В наггетсах не чувствуется курица. А здесь это новый буркер. Там было несколько штук. В этот раз решил взять этот. Здесь чувствуется рыба. К сожалению, как я говорила до этого, сегодняшний день мы не сможем провести вместе. Но этот день мы перенесем просто на другое. Открываю истории. Всех там поздравляют. Вот эти все ми-ми-ми-ми штучки. А я тогда, девочки, была ужас страшненькая. И, естественно, никто мне валентинки не дарил. Там было круто так. То есть, во время урока заходит там дежурный, приносит эти валентинки и говорит, вот это тебе, это тебе. В общем, всем раздали. И ты одна такая сидишь. Тебе никто ничего не подарил. И мы поступали очень хитро. Брали и кидали сами себе валентинки. В ларике покупали эти валентинки по несколько рублей. А потом сами себе дарили. Мама, как только видела у меня валентинку, сразу спрашивала, ой, тебе кто-то подарил? Я говорила, нет, мама, это я сама себе купила. Мама всегда угорал надо мной. Здесь у нас в Азербайджане такого уже не было. Но мне кажется, это прям очень круто было. Были мальчики, которые, знаете, такие хулиганы, все из себя, грубо отвечают учителям. Сейчас, правда, некоторые из них уже сидят. Но не суть. Вот им до хрена приходила валентинок. И действительно, девчонки кидали им. И они такие радостные. Типа, ммм. Мне тоже пришла валентинка. Я в подростковом периоде. Выглядело вообще ужасно. У меня были тонкие брови, но они срастали здесь. Сейчас, кстати, они больше не растут. Даже дело не в том, что я не выщипываю, а почему-то они перестали расти. И не только, кстати, здесь, но и брови как бы не настолько обильно растут, как раньше. Ну, в общем, здесь у меня прям конкретно Мазда была. Мне за это было ужасно стыдно. Также у меня были волосы на руках. Из-за этого тоже мне было очень некомфортно. Ну, как бы у кавказских девушек больше растительности на теле, нежели чем у русских. Я всегда стеснялась за это, ужасно комплексовала. Но, слава богу, теперь есть лазерная эпиляция. У меня даже на руках. У меня одного волосика нет. И особо не растет. Ну, тогда это был жуткий комплекс для меня. Я чувствовала себя уродиной. Однажды один мальчик из класса увидел мою руку и сказал, фу, волосатая рука. Мне стало так неприятно. В общем, все детство у меня был этот комплекс. У меня было такое ощущение, что я такая, знаете, волосатая, вонючая. Уродина. Уродина. Но, слава богу, сейчас любая проблема не решается. Вот некоторые люди пишут, я против пластических операций, я против этого всего. Я считаю, что если это делает тебя уверенным в себе, если это позволяет тебе быть счастливой, то почему нет? Лазерная эпиляция, не знаю, брекеты. Возможно, какие-то инъекции. Я считаю, что если все делать в меру, то это только на пользу. Главное знать эту меру. Есть такие возможности. Почему нет? Я не понимаю, когда красивые девушки уже, например, третий раз делают нос себе. Я считаю, это не совсем правильным, на самом деле. Но, когда изначально ситуация очень плачевная, человек комплексует, то я только одобряю такие вещи. И искренне завидую девушкам с очень высокой самооценкой. Вкусно-чища. У нас была девочка в классе. Ну, очень красивая. Она просто розовым была маленькая. А так, в общем и целом, просто красотка. И она жутко комплексовала, считала себя уродиной. И меня всегда это поражало. Я думала, возможно, она специально так говорит, чтобы нарваться на комплименты. Но потом я поняла, что нет. И как-то через, наверное, лет 10 я наткнулась на нее в Инстаграме. Знаете, все говорят, сейчас девушки стали одинаковые. Вот она стала такой Инстагерл. Она стала еще лучше, чем была. Ну и раньше она была красоткой. Я считаю, что все девушки по-своему красивы. Мне, например, очень нравится мой косметолог, когда я говорю, что я хочу сделать еще больше губы. Она говорит, стоп, не надо. То есть есть косметологи, которые специально направляют тебя на то, чтобы сделать. Например, ты приходишь за одной процедурой, она тебе внушает, что тебе еще нужна какая-то процедура. Тут очень важно выбрать хорошего специалиста, который не просто будет наживаться на твоих комплексах, а действительно будет помогать, чтобы его работа в дальнейшем выглядела круто со стороны. Иногда меня тоже, знаете, перебивает. Я такая сразу думаю, еще чуть-чуть губы, чуть-чуть еще добавить. Она говорит, стоп. И вот хорошо, что есть люди, которые умеют это говорить. Как-то смотрела передачу нашу азербайджанскую. И там врач говорил о своих пациентках, которые приходят сделать грудь, там не знаю, кое-где что-то накачать. И он так сказал, говорит, девушки, я могу вам сделать грудь, но я не могу вам вернуть мужа. Если вы делаете это чисто для того, чтобы вернуть кого-то, это делать не надо. Что-то делать нужно чисто для себя. Десерт просто пушка. Как только это все пришло, я сразу села снимать. Вкусно. Обычный десерт бывает холодный, а чай горячий. У меня наоборот. Десерт горячий, чай холодный. Шедевр. Вот это конструкция. Какая хорошая. Уверена, что звук будет бомба. В общем, мои хорошие, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всех люблю. Пока.